Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. В центре внимания цифровая экономика. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге впервые дискутировали о киберспорте. Почему в Барнауле бьют фонтаны? На этот вопрос сегодня дали ответ специалисты сибирской генерирующей компании. С радостью и грустью. Для 35 тысяч выпускников края сегодня прозвенел последний звонок. Барнаульцы жгут электричество, как в декабре. По мнению коммунальщиков, рост потребления спровоцировали отключение отопления в городе и холодная погода. Повлияло также отключение горячей воды на время опрессовки по контуру ТЭЦ-3. Рекорд потребления электричества в Барнаульской горе электросети зафиксировали 17 мая. Между тем, синоптики обещают, что уже в выходные в край придет 30-ти градусная жара. В субботу 26 мая значительно потеплеет. Температура воздуха прогреется до 25 выше нуля. В южных районах она достигнет 30-ти градусной отметки. При этом прогнозируют также дожди, ливни, а местами и град. Подробнее о погоде на завтра ближе к концу выпуска. А пока продолжим. В Санкт-Петербурге начался второй день Международного экономического форума. Алтайский край представляют министр экономического развития Николай Чиняков, руководитель фонда развития предпринимательства Антон Слободчиков и член Совета Федерации Михаил Щетинин. Сенатор участвовал в дискуссии по развитию сельского хозяйства страны. В центре внимания форума цифровая экономика. Темы обсуждали такие эксперты, как министр науки высшего образования Михаил Катюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель фонда Сколкова Виктор Вексельберг, помощник президента России Андрея Фурсенко и другие. В этом блоке в центре внимания неожиданно оказался киберспорт. На посвященной ему секции выступил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. На Петербургском форуме решаются судьбы экономики России и ее регионов и определяются главные тренды, чем будет жить страна уже завтра. Цифровая экономика – один из главных блоков форума, потому что президент Владимир Путин определил направление одним из приоритетных для страны. Киберспорт – как новый глобальный тренд в спорте и бизнесе. Дискуссия об этом направлении прошла на экономическом форуме на таком уровне впервые. Его масштаб и потенциал стали очевидны не так давно. У нас практически самые оптимистичные прогнозы развития по аудиторным показателям приближаются уже даже к тем видам спорта, у которых многолетняя, и уже даже не побоюсь этого слова, практически вековая традиция. Киберспорт в России по прогнозам приближается по популярности к баскетболу и, не побоюсь этого слова, к хоккею. Антон Черепейников – один из первых киберспортсменов России, а теперь самый преуспевающий бизнесмен в этой сфере в стране. Аудитория направления только в России, по его оценкам, идет на миллионы. Инвесторы это поняли. Алишер Усманов вложил в инфраструктуру киберспорта 100 миллионов долларов, профинансировал открытие площадки для соревнований. Компания «Пепсика» увидела в виде спорта площадку для продвижения своих брендов. Пока, однако, до рекламных контрактов на 10-20 миллионов долларов, как, например, в США, далеко, но перспектива есть. В какой-то момент мы в пике собрали 4,5 миллионов людей, одновременно смотрящие этот турнир. Я думаю, что в интернете мало какой спорт на самом деле собирает такое количество людей. Российский спортсмен, успешно выступающий на соревнованиях, может зарабатывать от полумиллиона рублей в месяц. Сейчас в 66 регионах страны созданы Федерации компьютерного спорта, в том числе в Алтайском крае. Россия должна быть мировым лидером в киберспорте, уверен депутат Госдумы Александр Прокопьев. По его инициативе в парламенте проходили слушания по развитию киберспорта. Совместно с экспертами и спортсменами определили три направления для работы. Подготовка тренеров, создание резерва киберспортсменов и организация школьных и студенческих лиг. Мы прекрасно понимаем следующие этапы развития. Я уверен, что в том числе нужно будет и подключать мотивационные рычаги, заниматься этим видом спорта, добиваться успехов, обеспечивать, как я уже сказал, лидерские позиции нашей страны в этом виде спорта. Сейчас в Госдуме идут обсуждения законодательной основы для этого перспективного направления. О том, чем еще для Алтайского края запомнится Петербургский экономический форум, расскажем в следующих выпусках. Евгения Даровская, Василий Морозов. Наши новости. Продолжим. Инфекционное отделение Центральной городской больницы Бийска, возможно, не запустят в запланированный срок. Ремонт первого этажа там еще не начат, к тому же принято решение о проведении новых работ. Между тем, больных жители Наукограда по-прежнему везут в стационар Бийского района. В каких условиях находятся там пациенты и что еще намерены доделать в Бийской инфекционке, выяснила Евгения Ижутова. Инфекционное отделение Центральной городской больницы в сентябре 2017-го закрыли на капитальный ремонт. Открыть больницу планировали в начале 2018-го. В январе городским и краевым СМИ показали обновленные палаты на втором и третьем этажах. Тогда же стало известно, что отделение вовремя не откроется. Было принято решение сделать ремонт на первом этаже, хотя изначально в планы он не входил. О ремонте первого этажа Бийского инфекционного отделения заявили пять месяцев назад. Но, судя по виду окно, ни строителей, ни материалов здесь нет. А пациентов отправляют лечиться в соседний с городом район. В Первомайской больнице Бийского района для больных освободили несколько помещений. Инфекцию, по мнению пациентов, лечат в тесноте. Есть палаты, в которых установлено по семь коек. Это было, что лежим все вместе в палате. То есть мы болеем, еще кого-то привезли, тоже болеют. Жалуются пациенты на отсутствие в районной больнице горячей воды. И на то, что во время дождя с потолка льется ручьями. Есть сложности и по медицинской части. Для того, чтобы сделать рентген, приходится ждать часами. Не говоря уже о самих процедурах. Чтобы попасть на некоторые, приходится преодолевать лабиринты по больничным коридорам. Через всю больницу, да, и если ты лежишь одна, и как бы ты, ну, все равно мы женщины, мы не приспособлены, тяжелых таскать детей. И это очень, ну, вообще неудобно. Сегодня закрытая на ремонт больница объединила целую группу родителей. Люди общаются и обмениваются новостями о судьбе бийской инфекционки. И с нетерпением ждут начала июля. Именно в середине лета медики сами рассчитывали вернуться в родные стены. У меня в руках официальный ответ из Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе ремонтных работ в бийском инфекционном отделении ЦГБ. Здесь сказано, что больницей разработана еще одна уже, третья по счету смета. На этот раз здесь намерены привести в порядок кровлю, фасад и подвал здания. Так что, похоже, открытие инфекционного отделения вновь откладывается на неизвестный срок. Евгения Ижутова, Сергей Даровских, Андрей Сигаев. Наши новости. Крупные порывы теплосетей в Барнауле могли оставить зимой без тепла жители более 550 домов. Это подтвердили повреждения, которые уже выявлены в ходе гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3. Накануне специалисты сибирской генерирующей компании во время пресс-конференции рассказали журналистам о необходимости проведения опрессовки. И объяснили, почему в городе бьют фонтаны. 1300 километров тепловых сетей. Много лет они были в руках разных собственников или вовсе оставались без хозяина. Сибирская генерирующая компания сейчас эксплуатирует 80% сетей, ежегодно добавляя на баланс еще по 20 километров бесхозных. В каком состоянии трубы, заложенные под землю несколько десятков лет назад, не берется сказать никто. Ежегодно в Барнауле происходит до 400 коммунальных аварий. Зимой примерно 7 в сутки. Вот город спокойно спит в морозы и в лютые, там это тепло. Вот Сан Саныч не спит. Он знает, что один из семи, ну это среднестатистическое, да, один из семи инцидентов в сутки по закону подлости он происходит в основном ночью. Профилактика лучше, чем лечение. Сейчас в Барнауле гидравлические испытания идут по контуру ТЭЦ-3. Воду температурой не выше 40 градусов, подают в трубы под высоким давлением и там, где тонко рвется. Уже обнаружено 170 повреждений, в семи случаях довольно серьезные. Вот картина лишь одного порыва. Если бы это произошло зимой, то мы получили бы 235 жилых домов, 24 детских садика и 15 школ. 30 градусов на мороз. Вот что было бы тогда. Современные способы изучить состояние сетей, говорят специалисты, есть. Например, робот. Он идет по пустой сети, осматривает ее как томограф. Технология дорогая, применяется крайне редко и только на больших магистралях. Да и срок, на который отключается горячая вода, не меньше. Выход один – использовать проверенный метод. Но неожиданности не избежать. Сначала опрессовки в Барнауле под фонтан попала пожилая женщина, а на прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. К сожалению, вот этих инцидентов, вот таких случаев нам не удается избежать. Мы свою вину признаем, ответственность, не вину, так сказать, ответственность за случившееся. И, соответственно, всемирную поддержку этим людям окажем для их скорейшего выздоровления. Рвутся не только старые сети, оценивают специалисты. Здесь, как в организме человека, не знаешь, что и когда заболит. Поэтому гидравлические испытания проводить будут. В прошлом году только по контуру ТЭЦ-3 было выявлено 220 повреждений. В этом ждут не меньше. А прессовка продолжается. Евгения Даровска, Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Через год туристический рынок Алтая изменится, уверены эксперты. С 1 июля 2019 года гостиницы и туристические базы на 50 и более мест закроют, если им не присвоят звезды. Так теперь гласит федеральный закон. О соответствии с стандартам пока задумались единицы, и это исключительно крупные игроки в городах. А многочисленные объекты в сельской местности обречены на масштабные преобразования. И выживут не все, говорят эксперты. Анастасия Дороган продолжит. В год по два новых этажа. В гостинице Барнаул несколько лет ведут капремонт. Заменяют коммуникации, проводку. Накануне обязательная звездная классификация. Работы как нельзя кстати, говорит Сергей Воронов. Он и раньше ориентировался на уровень четырех звезд. А теперь придется лишь официально подтвердить статус. Но перед этим улучшив техническое состояние. В 1982 году никто не задумывался о системе кондиционирования. Тогда очень редко были эти. То есть сейчас это основное требование. Масштабное требование, система видеонаблюдения должна быть уже в современных. Опять же это требование безопасности. То есть в общественных зонах системы пожаротушения, датчики, количество их расположения, требования пожарных гидрантов. Стандарты звезд или общие правила работы в туриндустрии не на вы. Отель Александр Хаус сразу по ним и строился. Отсюда просторные номера, телефон в уборной. В 2012 году отель первым в крае подтвердил звездный статус, в ответ получив поток клиентов. Соответствовать ему несложно, говорит Светлана Кругова. И это приводит к порядку. Но среди городских гостиниц. А турбазы в сложном положении. Это же все затраты. Значит нужно увеличивать стоимость, нужно увеличивать зарплату сотрудникам. И вполне возможно, что некоторые, либо они просто не будут сертифицироваться и проходить эту классификацию. Они не будут ничего себе присваивать и их будут штрафовать. А штрафы огромные. Либо они просто, наверное, будут закрываться. Первым федеральный закон затронет самых крупных представителей турсферы. На 50 и более мест. Гостиницы. Их на Алтае зарегистрировано 287. Турбаза их 186. Десятки гостевых домов, домов отдыха. Находятся они в лесах, на берегах озер. И как там обустроить, например, уборную, владельцы не знают. Да и зачем она не понимает. Простая уборная, а там стоит санузел. И люди, которые вышли, они уже всего этого насытили. И вот он утром встал, выспался, его никто не мешает. Птички поют. И он спокойненько пошел в туалет, по саду, цветочки. Кому что надо. Но куда сложнее придется тем, кто не пройдет по площади, уверены в алтайском гостеприимстве. Ведь если и в гостиницах можно перенести стены, то деревянные домики придется разбирать. У них нету разбега. То есть как они будут увеличивать свой домик, если у них, например, 3-4 квадрата на одного проживающего. Правильно? То есть как здесь? А должно быть не менее 4,5. Стандарты работы. Обязательно уже через год Татьяна Малшев буквально разжевывает владельцам турбас. Это вторая встреча, но роста популярности среди самых заинтересованных до сих пор не наблюдает. Говорит, о звездной перспективе все еще знают не все. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня в школах Алтайского края прозвенел последний звонок. Дождливая погода внесла свои коррективы в праздник 35 тысяч выпускников. Почти все торжественные линейки прошли не в школьных дворах, а в актовых залах. Но это не испортило настроение тем, кто получил билет во взрослую жизнь. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. И не трусить и не лгать, честно по земле шагать. Наставление от первоклассников один из самых трогательных моментов для тех, кто сегодня уступает парту молодым. Кого-то из выпускников ждет головокружительная карьера или успешное замужество, ученая степень или военкомат. Позади 11 лет, которые они никогда не забудут. Конец школы, что сейчас не пройдет до лета, я дальше пойду в 12-й, в 13-й класс и так далее. То есть я до сих пор этого вообще не ощущаю. Зато остро ощущается приближение ЕГЭ. Первый экзамен по географии и информатике пройдет уже в понедельник. Особое чувство утраты сегодня у классных мам, первых учителей. Мы часто с ними выезжали, отдыхали вместе. Поэтому, конечно, я их буду всегда помнить, всегда буду вспоминать. Те фотографии, те видео, которые сохранились с тех лет. В 55-й школе выпускается два 11-х класса. Удивительно, что среди гуманитариев много тех, кто планирует поступить в медицинский университет. Семен тоже хочет надеть белый халат. Но сегодня он в последнюю очередь будет думать о клятве Гиппократа. Чем прям все говорить? Ну, сначала в школе у нас вот это все закончится и поедем веселиться. Даже в такой день несовершеннолетним запрещено находиться в ночное время без присмотра родителей. Но разве это остановит тех, кто уже получил билет во взрослую жизнь? Ведь сегодня хорошая возможность загладить обиды, признаться в чувствах и вспомнить старое доброе. Хочу, 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 очень хочу, чтобы они были счастливы. Потому что я к ним так очень сильно привыкла и надеюсь, что у них все будет отлично. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставила на конкурс специальный репортаж о боксере. А вот 11-летняя Арина Тройнина серию детских познавательных программ «Интересно знать», посвященных боевым искусствам, каратэ и кунг-фу. Спасибо большое. Это большая гордость и большая ответственность. На этом конкурсе нас поразила работа Арины Тройниной. Настолько это была свежая струя, настолько это было здорово, настолько познавательно. Все члены экспертного совета были в восторге. То, чего ждали тысячи любителей алтайского спорта, похоже, сбудется. Президент футбольного клуба «Динамо» Виктор Сигарев по окончанию сезона покинет пост. Руководитель кардинально сменит вид деятельности. Подробности говоря футбольным языком этого трансфера и другие спортивные новости знает Кирилл Политов. Дождались. Всего один матч в статусе президента осталось провести Виктора Сигарева. Это будет домашняя встреча против гостей из Омска. За 12 лет на посту руководителя Виктор Владимирович заработал среди болельщиков статус самого неоднозначного функционера за всю историю. Так, в этом сезоне, несмотря на заявление о цели занять первое место в чемпионате, «Динамо» рискует и вовсе остаться без медалей. Для этого достаточно не выиграть у омского РТШ. Кресло президента клуба Виктор Сигарев сменит на кресло директора китайского рынка в Барнауле. В новом статусе Сергей Шубенков готовится взять старт в новом этапе коммерческого турнира под названием «Бриллиантовая лига». 110 метров с барьерами спортсмен планирует покорить в американском городке Юджин. Побежит в новом статусе статусе отца. Сына назвал Ярославом. Известно, что вес малыша 3 килограмма 230 граммов, рост 52 сантиметра. В семье чемпионов пока не стали загадывать, пойдет ли малыш по стопам знаменитой династии. Увидеть в деле папу Сергея можно будет в 4 часа ночи 27 мая. Борьба за золото. Команда по футболу сибирской медиагруппы вновь попытается стать обладателем Кубка ежегодного турнира, который посвящен памяти спортивных журналистов. В заявке представителей четырех изданий место встречи современный манеж темп, что особенно актуально, судя по погоде за окном. Серебро прошлого года для сибирской медиагруппы стало наивысшим достижением за всю историю турнира. В этом году коллектив намерен превзойти это достижение и завоевать главный трофей. Кирилл Политов, наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. Почти на всей территории края циноптики вновь обещают дождь. В Бийске, Олейске и Славгороде – 23 выше 0, в Кулунде и Белокурихе – 25. В Барнауле ветер юго-западный, временами порывистый. Возможен дождь. Ночью до 9 тепла, днем до 20. А у меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.